Слышите? Не трубы должна была прокладывать, а проект чистая вода до очистки воды. Идея заключалась в том числе в третьем кране в каждой квартире. Третий кран, где гарантированно человек наливает для себя только питьевую воду сверхчистую. То есть и отдельная система трубопроводов для этого крана? Нет, в данном доме стоит одна, в каждом доме своя очистная установка и разводка от нее. Ну так планировалось. Ну и конечно же, как вы слышали, это установление в школах, детских садах, родильных домах, и чтобы каждый рожденный ребенок впервые окунулся в абсолютно чистую воду, а не в хлорированную. И воспринял это первые свои минуты жизни, как говорил Фрейд, первые тревожные впечатления это момент рождения у человека. Так вот, снизить тревожные впечатления об этом мире, дать ему чистую воду. Так все начиналось. Начиналось очень красиво. Был объявлен конкурс. Согласно этому конкурсу, там очень серьезный список людей, кто участвовал, и начальники водоканалов и так далее. Победителями стала, соответственно, наша разработка, и вслед за ней некая фирма Гейзер, что сегодня, кстати, подтвердилось. А дальше мы слопотали проблему. Она много-много-много-ярусная первая. Включились партии. Другие. Другие партии, которые вдруг увидели, что с помощью ситуации с Петриком можно так или иначе немножко Единую Россию принизить. Это господин Миронов, который будет через несколько минут у вас здесь. Миронов в грубейшей форме. Ранее я работал очень близко с первыми его заместителями, Светланой Юрьевной Орловой, которая и возглавила созданную структуру Российское водное общество. По этому проекту чистая вода. Так вот, и вдруг Миронов в совершенно грубейшей форме. Как могла партия связаться с аферистом? То есть вы считаете, что такие комментарии со стороны Миронова были безосновательны? Ну а как же, а что он имел на руках хоть один документ, который бы свидетельствовал, что эти системы доочистки воды в чем-то плохие? Он что, такой документ имел в руках? Действительно, имел ли он на руках что-нибудь? Да, имел ли он. А вот вы его сегодня и спросите. А имел ли он какое-нибудь доказательство, что дало ему основание так высказаться, когда его первый заместитель, Светлана Юрьевна Орлова, и в Швейцарии выступая, объявила, что Петрик у нас в России сделал технологию. И вот назначена сегодня Владимир Владимировичем на эту руководящую должность по этой программе. А он вдруг выступает. Но и Зюганов не применил несколько слов сказать, и даже Жириновский, который ранее дал мне очень красивую статью. Но тут вот все партии немножко решили чуть-чуть нанести удар. И это политическая составляющая. Понятно. Вы хотите сказать, что дело не в чистоте вашего изобретения, а в политике, да? Не правда это. Я сказал, что это часть атаки, которая была одна составляющая. Это одна составляющая и вовсе даже не главная. Так, главная составляющая. Наверное, было бы очень наивно считать, что во всей этой ситуации не присутствует конкурентная составляющая. Наверное, есть, и мы сегодня знаем, кто это. Один из производителей фильтров, который имеет опыт работы с нашим телевидением, потому что они платят туда за рекламу и так далее. Они очень богатые, и такой лакомый кусок, который вдруг в России может обломиться, если убрать Петрика, конечно, это серьезно. Не надо быть детьми, чтобы мыслить, что сейчас два фильма по одному часу, абсолютно лживые, произведены телеканалом «Россия» бесплатно. Можно было бы думать, что бесплатно. Мое мнение какое, это мнение, прошу прощения, это мнение основано и на чем? Ну, смотрите, я присутствовал в этом фильме. И присутствовали представители большой-большой науки. Например, Багдасаров, первый человек сегодня в нашей стране и в мире по монокристаллам, по оптическим материалам, броневым керамикам. И он сказал свое мнение там о Петрике. Там присутствовал господин Розенкевич, это, опять-таки, это первое место в нашей стране, это институт Менделеева, который рассказал о том, что сейчас на нашей ЛАЭС, атомной станции, строится установка совместно с институтом Менделеева по моим разработкам самого катализатора. Ну, посмотрите, вы их разве услышали? Их убрали. Чтобы никто о Петрике хорошо не сказал. Значит, какой я должен сделать вывод об этом телевизионном канале? Зато там встает молодой человек, совершенно наглой мордочкой, и зачитывает документ, которого в мире не существует. Он держит такую толстую папку и якобы стоит в архиве. И рассказывает о том, как у Петрика изъяли картины ворованные и раздали их назад коллекционерам. А это бред, этого никогда не было. То есть не имеет отношения к научным фактам. И к научным, и к моей жизни не имеет отношения, потому что это выдумка. К чему я говорю, телеканал идет на явную ложь? Ведь мы их будем судить обязательно. Ну, допустим, это провокация, да? А мы ушли в сторону, и не очень это правильно. Но это же ведь не имеет отношения к тому, что проект «Чистая вода», значит, хорош он или плох. То есть это провокация, может быть, каких-то людей, которые хотят вам помешать. Ну, допустим. Да, это вторая составляющая. А есть третья. Научная составляющая. Конечно. Все вокруг, да, около Миронов, там Канал Россия. А вот есть, понимаете, противоборство... Мы подобрались к истине. Есть третья составляющая. Академической науки и нетрадиционной. Конечно. Есть третья составляющая. Это факт, да? Факт. Наших зрителей имеют факты. Сегодня, сегодня, сегодня в распоряжении СМИ имеется пакет документов. Что это за пакет документов? Это, вы должны знать такую газету, общество и экология. Редактор этой газеты Лисовский получил... А в Петербурге здесь. В Петербурге, да. Он получил вот такой пакет, который в сопровождении к этому пакету приложены документы, который был выкуплен за 3000 долларов у академика Александрова. Что в этом пакете? Все эти переписки, эти перинаториально заверены и так далее. И ее можно изъять на сервере, где документы хранятся в течение какого-то количества лет на предмет вот таких уголовных дел. Что же там? Там невероятное. Там то, что трудно поверить. В Америке проживает гражданин, бывший, значит, Тра-Та-Та из России. Работал три года на телевизионном канале «Свобода», когда этот канал был еще яростно нам противоборствующий. Помните, его глушили? Да, конечно. Да. Так вот. И этот человек предложил миллион долларов нашим академикам за разоблачение Петрика. То есть заказ, по сути. Я повторяю, миллион долларов. Якобы им должны заплатить эти деньги из некого фонда Ринди. Господа, если вы имеете полную возможность получить эти деньги, пишет он, наши академики могли бы отреагировать на это молчанием, допустим. Но нет же. Они между собой волнуются и пишут, кого они возьмут поставить подпись, а кого не возьмут. Мало того, они потом начинают волноваться, а вдруг этот господин из Америки себе присвоит, а вдруг там больше заплатят. И все началось. И это была красиво организованная атака. На телеканале «Россия» в 2009 году академику Круглякову. Абсолютно неинтересному никому. Ни внешне, ни внутренне, с корявой речью. Вы, наверное, не раз слышали, а завтра будет возможность послушать по пятому каналу. Вдруг целый час устраивает, показывает его день рождения. Он в огороде с лопаткой копает. Это была подготовка. Так я это вижу. И дальше на меня обрушилась. А теперь внимание. Мало кто из ваших зрителей, да и вы не знаете следующего факта. Я появился в Российской академии наук, я лично, с предложением взять у меня 11 очень важных моих разработок и сопровождать их с научной точки зрения. Что значит взять? Я передам каждую разработку в профильный институт. Если это институт, допустим, по керамикам, то мы туда его отдадим. Ну и так далее. С этой целью мы провели большое академическое совещание, первое, в Институте общей неорганической химии в присутствии Новоторцева, директора этого института. Присутствовало 8 академиков. Таких знатных, как Алфимов, возглавляет техническую комиссию в Роснано, умник, умник. И мы провели более 7 часов. У Чаченко там был. Я бы сейчас, если бы я был российской академией наук, когда ты строил Нобелевскую премию для этого человека. Это он основоположник спиновой химии в нашей стране. Так вот, они приняли решение. Они были очень счастливы, что это все придет. И следующее совещание мы провели в Институте общей химии. Возглавлял совещание академик Егоров. Смотрите, еще все у нас очень хорошо. И третье совещание, третье снова в Йонгке. И четвертое совещание, на которое пришло 24 присутствовало человека. Из них 14 ведущих светил академии, российской академии наук. В том числе два вице-президента Солнцев и Алдошин. Совещание длилось 7 часов. Оно выставлено все в интернете. Сотни фотографий. Резюме. В процессе доклада докладчику задавались многочисленные вопросы, на которые получены полные ответы. Как-то так, да? Дальше. Признать решение, признать работы Петрика представляющими огромное научное значение и распределить для изучения то, чего я хотел, произошло. То есть академин вы сдали, по сути? Да, вы знаете, что... Я приехал туда с вещами, я демонстрировал, я демонстрировал разные эффекты. Понятно, почему отстаивали свои запретения. Там антистоксовые соединения и прочее, прочее. И все было очень хорошо. Дальше они приехали ко мне. Пять человек. В том числе вот вице-президент Алдошин. Дальше была, видимо, какая-то совсем суровая ошибка. Каждый из них дал интервью. Они были поражены. Это интервью с завышенными оценками. Завышенными или объективными. Неважно. Некоторые говорили, памятник надо поставить сейчас за данное изобретение. И если оно будет внедрено, наверное, и памятник будет. И в эту минуту, смотрите, когда подписано вот это совещание, подписано, в эту минуту начинается невероятная атака. Какая? Академик Александров не так давно выступает на этом телевидении, которое называется «Ночью две женщины странные». Евдотья какая-то, и такие они, как слово, стрёмные. И он им говорит, никто не подписал Петрику этот документ. Это страшно. Как же? Он лежит. И все подписали. И все знают, что он подписан. И человек на всю страну лжет. И вот каждое слово, которое против меня выдвинуто, простите, написано было сначала в Америке полностью. Они их повторяют. И в один день, откуда-то взялось 42 журналиста-научника, которые в один день обрушились. И вся пресса была готова. Так началась атака. Мы медленно из этой атаки выходим. Виктор Ильич, давайте, послушайте, у нас просто очень-очень давно зритель ждет, чтобы с нами пообщаться. Никак не могла вас перебить. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Вот вы слушаете человека, который себя, в принципе, полностью дискредитировал в глазах общественности. Аргументируйте, пожалуйста. Скажите, господин Петрик, а когда вы успеваете заниматься научной деятельностью, вы все время судитесь и доказываете? Это, прошу прощения, спасибо за вопрос. Это и есть ваш аргумент, да? Значит, рассказываю. Я на войне не мною созданной. Я, дорогой слушатель, занимаюсь наукой ровно столько, сколько мне лет. Я в юности моей создал вещи, которые были востребованы в этом государстве настолько, что правительство меня баловало. Обратите внимание, мне было 26 лет, когда первая частная черная Волга у юноши в стране СССР существовала у меня. Я с Украины, у меня нет родителей, которые бы мне ее купили.